В эфире телеканал Лобань, информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Лобинске проходит месячник по борьбе с сорной растительностью, но как быть, если сорняки уничтожают не все? Интеллектуальная Кубань под таким названием Станицы Каладжинской провели краевую молодежную смену. Бороться с сорняками не только на своем, но и на соседнем участке. Нередки случаи, когда хозяева домовладений не проживают по адресу. Их территории зарастают и доставляют неудобства окружающим. Как найти домовладельцев и привлечь к наведению порядка? Об этом наш сюжет, который мы снимали на улице Шарвашидзе. Галина Сизова на своем участке ведет усиленную борьбу с сорной растительностью, но ее меньше не становится. Виной всему соседний участок. Уже восемь лет здесь никто не живет и за двором нет должного ухода. Территория заросла травой, ежевикой и кустарниками. Растения начали буквально завоевывать соседние ухоженные участки. Об этой проблеме жительница Лобинска говорила представителю квартального комитета, обращалась и к местному участковому. Но пока хозяева брошенного участка не объявились. Наш город маленький. Наверняка найти человека, зная, что он живет в коттедже, что в этом меркорайоне, что просто зная фамилию, реально найти. И вот сегодня уже 25-е июля и до сих пор ничего. На днях мне показалось, что там даже в этих камышах, в этих сорняках завелись какие-то животные, может кабаны там. Я тоже. Перейти, конечно, приват-зону, там самой нанимать людей косить, это нереально. Мало ли, чем это может окончиться. Я цивилизованный человек и понимаю, что чужой участок переходить, заходить на чужой участок нельзя. Зайти на чужую территорию, самостоятельно навести порядок женщина не решается. Вот и приходится дышать пыльцой сорняков и опасаться змей, которые могут поселиться в зарослях за соседним забором. Галина Васильевна надеется, что все же хозяин участка найдется и наведет порядок в дворе. Нужно, чтобы человек ухаживал. Если он даже не живет, участок за ним. Кстати сказать, 5-6-8 лет назад я предлагала им отдать кому-то в аренду. Когда они начнут пользоваться, участок будет чистый. Они меня не услышали, так скажем. Поэтому проблема остается проблемой. И вы понимаете меня, что скосить сама я не могу, потому что это приват, это чужой участок. И найти людей, которые это сделают, хозяев нет. Нам надо сейчас уже готовиться к следующему году. Ведь следующий год год экологии. То есть уже нужно как-то подходить к этому, планы строить и думать о том, что это может быть и аллергия у людей. Это и лишняя работа. Растения, которые можно убрать сорные, чем потом убирать еще раз уже засеянные. Ситуацию прокомментировали специалисты администрации Лобинского городского поселения. Мы рекомендуем обращаться либо к квартальным, либо к председателям микрорайонам. В крайнем случае можно обратиться в администрацию Лобинского городского поселения о данной проблеме, что есть по соседству заброшенным участком, на котором произрастает сорная карантинная растительность. В дальнейшем администрации делаются запросы в разные инстанции о нахождении собственников земельного участка. И потом составляется административный материал, который рассматривается на комиссии о привлечении к ответственности данных граждан. На физических лиц это в размере 1000 рублей штраф, на должностных лиц 2500, на юридического лица 15 тысяч рублей. В станице Каладжинской на базе краевой крейсерско-парусной школы завершила работу тематическая смена «Интеллектуальная Кубань». Молодежь Краснодарского края провела там две недели. Программа смены направлена на развитие интеллектуальных способностей. Опыт общения поможет молодежи быть активными в общественной жизни. Ежедневное общение с почетными гостями, участие в дискуссиях и дебатах. Министерство образования, науки, молодежно-политики с молодежным центром развития личности организовали тематическую смену «Интеллектуальная Кубань». Молодежь стремится к общению с людьми, которые многого добились в жизни. Их опыт важен для подрастающего поколения. У меня всегда присутствует интерес для общения с высокопоставленными людьми, которые уже добились многого в жизни. Из-за этих разговоров узнается много нового для себя, берется что-то для жизни, что в дальнейшем пригодится. В течение двух недель кубанские школьники развивали свой интеллект. И не только посредством общения с ВИП-гостями. Организаторы нового проекта провели с молодежью много игр и заседаний, таких как «Что, где, когда». Все это требует изучения, дополнительной информации, повышает уровень знаний, расширяет диапазон интересов. Это такой пробный, пилотный проект смены «Интеллектуальная Кубань». И мы считаем, что не только надо летом спортивно оздоравливаться, но и развиваться интеллектуально и формировать вот такой вот образ. «Лето» не только время отдыха, но и возможность развиваться, заниматься чтением интересных и полезных книг. Именно к этому призывает замглавы Лобинского района по соцвопросам. Татьяна Гриднева стала почетным гостем в день закрытия смены. Общение с молодежью позволило вспомнить свою молодость. Ведь юные интеллектуалы интересовались, что читали комсомольцы, какие фильмы смотрели и как сегодня реализуется молодежная политика. Вопросы самые неожиданные, но вип-гостя достойно ответила на все. В том числе о современной экранизации литературных произведений, рассказала о любимых писателях и интеллектуальных играх. Для меня это было несложно. Я педагог все-таки по профессии. Я работала с классами. Я всю жизнь свою работаю с молодежью. И мне как бы, я люблю с ними говорить. Они умные, они креативные, они способны задавать то, что ты не просчитаешь наперед. Молодежь продемонстрировала в этот день работу площадок для снятия эмоционального напряжения. На них акцент в сторону физической активности. Школьники разучивают танцы и готовятся к флэш-мобу. За две недели они обрели опыт общения и новых друзей. Я приехала на эту смену, чтобы развиваться, интеллектуально развиваться. И я уверена, что эта смена принесет мне большие знания, которые я смогу применять на практике, которые мне пригодятся в жизни. Это первая смена, направленная на интеллектуальное развитие. Результаты по наблюдению организаторов достигнуты. У многих есть желание и стремление становиться лучше. Нужно лишь направить и помочь. Мы все очень старались сделать программу образовательную насыщенной, интересной для детей. Работали по отбору именно целевых детей, которым будет интересна эта смена. Мы очень надеемся, что она понравилась. Мы видим плоды того, что мы делаем. Посмотрим, как это будет дальше проявляться в работе детей, которые отсюда уедут. Многие из них уже хотят стать частью интеллектуальных сообществ, принимать участие в краевых мероприятиях, на уровне своих муниципальных образований, своих районов, вступать в интеллектуальные клубы. Любая страна заинтересована, чтобы был интеллектуальный потенциал страны. И если этой работой не будут заниматься министерства образования, департаменты молодежной политики, наверное, много будет терять в этом страна. И вот смены эти важны тем, что, может быть, вот первый пробный шаг. Еще приехали не все дети, которые именно занимаются интеллектуальными играми. Если в перспективе на эти смены мы будем собирать именно детей, которые играют в КВН, дети, которые в брейн-рингах, дети, которые в что, где, когда, то, наверное, эффект от этой смены мы будем получать еще больше. Людмила Никона, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». «Окнопарк» – надежные окна по доступной цене. Это все новости. А сразу после рекламы смотрите прогноз погоды с Ириной Берековой. Всего доброго. До свидания. Только в «Окнопарке» окно метр двадцать на метр тридцать, одно положение открывания с подоконником и отливом всего четыре тысячи пятьсот рублей. «Окнопарк» – Лобинск, Международная, 58. Телефон 8-918-354-58-48. Телефон 8-618-354-58. Телефон 9 – Береков toi. Телефон 9-19-555-68. Телефон 9-18-Телефон, organizational Simíssole. Телефон 9-20-90-1061. Телефон 9-20, Телефон 9- pessoa на Т人. Телефон 9-2011. Телефон 9-201. Продолжение следует...